В этом смысле я должен сказать, что при всех недостатках ушедшего президента Петра Порошенко, которая, в общем, я думаю, что здесь многие справедливо его критикуют, но я должен сказать, что сам факт того, что он ушел в результате этих выборов, он на самом деле имеет, может быть, большее значение, чем там все то плохое, что ему меняется. Может быть, это негласная статья украинской конституции? Власти в Украине меняется раз в пять лет. Да, может быть, но это хорошая статья, знаете, такая, такой аденциапин, как бы, по-украински. Но вопрос в другом, что мы не знаем, у меня есть три минуты на офф-топ. Есть такая легенда, такая притча, которую я очень люблю. Кстати, она, по-моему, у кого-то украинского происхождения. В неком селе жил человек, который был страшно беден, у него была невероятно ценная лошадь, кобыла, но, в общем, невероятной цены. И все село ему говорило, ну, ты же бедный, ты же в полной нищете. Продай свою, эту кобылу, и будешь богатым человеком. Но он ее не продавал, и она убежала. Ему все говорили, ну, ты полный дурак, идиот, мы тебе говорили. Через две недели она пришла с приплодом, взяла, то есть у нее появилось несколько кобыл. Говорит, ну, какой ты умный был. Он говорит, понимаете, я не знаю. Мы не знаем всех сценарий, мы не знаем, что будет. Может быть, умный, может, нет. Через какое-то время его сын там стал этого молодого жеребца объезжать, а он был единственным кормилец семьи, остальные там девочки, и сломал ногу, и стал инвалидным на всю жизнь. И опять все заговорил. Ну, может, тебе говорили, что эта лошадь не принесет тебе счастья, ее надо было продавать, там, иначе вот так ты теперь остался без единственного кормильца в семье. Что ты будешь делать? Ну, да, наверное, вы правы, все. Но мы же не знаем всех сценариев, понимаете, как. А потом началась война, и всех в селе мужиков забрали на войну, а сын инвалид единственный остался живой. Им все говорят, ну, какой ты умный. Он говорит, ну, мы не знаем всех сценариев. Поэтому, понимаете, мы с вами в каждой точке говорим, что вот тут Украина вырвалась, там в нас все. Мы не знаем всех сценариев. Я сейчас скажу неприятную такую вещь. На самом деле мне страшно симпатично все то, что сегодня сейчас делает здесь вот по уму команда Зе. Вот оно мне реально по уму очень симпатично. И вот если бы я там... Я думаю, что многое, а не все. Многое, а не все, да. Вот сейчас многое мне нравится, потому что... То есть я был политтехнологом. Ну, надо. Вот разумно. То есть, наконец... То есть очень многие решения до этого, они были идеологизированными. А сейчас происходит такое переключение Украины в прагматичное русло. Такой некий такой украинский real politics. А это назрело, потому что, ну, как бы, вот очень долго реально... То есть реально существующими проблемами объяснялось сладкое украинское дольче формента. Ничего не делание. И это долго продолжаться невозможно. И вдруг начало все решаться. Да, это такая есть украинская игра интеллектуалов. Что, ну, а что же вы хотите все сразу? Нет, это 40 лет должны пока не... Совершенно верно. И я тебе объясняю. И вдруг выяснилось, что все может отбиваться. Но я вам скажу, какая червоточина, как вы знаете, как каландиному человеку долго жить, это огромное преимущество. Вы понимаете, я очень хорошо помню Путина конца 99-го, начала 2000-х годов, когда он пришел к власти. Его никто не помнит. А он занимался административной реформой Козака, судебной реформой. Он разруливал эту там войну. Я отлично помню начало нулевых, я работал в ведомостях, я как раз описывал реформы. Да, понимаете, был же подъем. Сейчас все стыдно. Но Черенский сейчас быстрее гораздо движется, на самом деле. Да, быстрее. Понимаете, у меня есть некое ощущение, что мы не знаем всех сценариев, но мне кажется, что украинское общество, с моей точки зрения, движется в сторону авторитарной системы управления. Является ли это плохо, не мне судить со стороны. Может быть, в условиях, в которых находится Украина, это вообще и неизбежно. Но то, что оно движется в этом направлении, это очевидно. Если мы с вами через пять лет это будем обсуждать, возможно, мы будем говорить о других проблемах строительства нации государственной Украины, чем те, которые мы видим сегодня. А в России мы сейчас находимся на том этапе, когда этот авторитаризм уже не просто, он перезрел, сгнил и уже просто отравляет собой. То есть следующий какой-то этап, он уже собой отравляет все существующее, он стал ядом, токсином. Поэтому действительно очень трудно сравнивать. Я могу сказать только одно. Есть у Бавилова закон гомологических рядов. Это такой закон, что растения одной семьи, но не родственные, разных видов, развиваясь, проходят одни и те же стадии и развилки. И он назвал это законом параллельных рядов. Понимаете, в основе все-таки лежит, к счастью или к сожалению, но все-таки общность каких-то серьезных элементов нашего культурного кода. Он не одинаков, он абсолютно не одинаков. Но очень много элементов у нас культурного кода общих, исторических. И поэтому, по всей видимости, нам не оттолкнуться друг от друга даже в этом. То есть мы будем идти и Россия, и Украина параллельными путями, оглядываясь друг на друга. И, в общем-то, даже полезно иногда очень сильно изучать опыт друг друга для того, чтобы не допускать ошибок. Потому что несинхронность этих процессов иногда позволяет подсмотреть свое будущее. Ну я, кстати говоря, хочу, наверное, подчеркнуть, что даже если принять тезис про близость культурного кода, это не отменяет соперничество и враждебности, да? Ну, это даже на бытовом уровне, знаете, не бывает. Вы знаете, что, ну, во-первых, есть такая хорошая фраза, внутривидовая конкуренция является самой жестокой. А во-вторых, нас обезьяны отличают всего 4% генома, насколько мы разные. Да, конечно, это и соперничество неизбежно, но, то есть соперничество не отменяет, к сожалению, и на досходности судеб. В 2011 году вы, по-моему, высказывались, что максимум, чего можно достичь в отношениях между Россией и Украиной, это невраждебности. И дальше уже через несколько поколений... Я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Я считаю, что акцентация определенной части московской элиты, а как часто это бывает, это именно та часть, которая, выходцы с Украины. Понимаете, знаменитый ленинский тезис о том, что представители нетитульных наций, существуя, оказывается, самыми большими шовинистами, он тут оказался абсолютно работающим. Потому что, давайте честно скажем, что во многом московскую политику в отношении Украины определили выходцы из Украины, находящиеся в Москве. Это огромное лобби, которое имело свой взгляд на какие-то процессы. Понимаете, я считаю, что это колоссальная была ошибка пытаться педалировать тезис о любви и дружбе там, где его нет и не может быть на очень многие десятилетия. Потому что нужно было смириться с тем, что максимум, который можно было политически ожидать от Украины, это венский такой нейтралитет. Понимаете, стране надо было дать возможность вот найти эту свою идентичность. Когда-то один очень умный профессор финского университета замечательно сказал, что на самом деле финны прошли очень долгий период в поиске своей культурной идентичности. И первый период он состоял в том, что на протяжении лет 30 Финляндия строила свою идентичность на отталкивание от российской идентичности. И это неизбежно. То есть это неизбежно прихкнут той иерархии наших отношений, которая была. То есть это естественный процесс, что Украина долгое время будет строить свою культурную идентичность на отталкивание от российской идентичности. Более того, это было бы даже в том случае, если бы никаких ошибок не было допущено, потому что это естественный процесс. Это надо было воспринять как норму и не требовать большего. Ну а теперь, конечно, после всего, что произошло, понятно, что этому придан огромное ускорение. То есть сейчас, тогда я говорил о том, что это максимум, чем можно дать. Сегодня я не считаю, что отношения между Россией и Украиной на всю жизнь будут оставаться враждебными. Я просто считаю, что частью кремлевской элиты было совершено, прежде всего, преступление против русского народа, которое усилило его и изоляцию, и усложнило его жизнь, и усложнило путь к европеизации самой России за счет того, что был искусственно в интересе сохранения власти определенных элит. Была совершена та самая контрреволюция. Была совершена контрреволюция. Это, может быть, из тех преступлений режима, это самое большое. Давайте вот в заключительной части чуть коротко попробуем все-таки описать траектории России и Украины. Вот, исходя из тех сценариев, три сценария для России, два из них, таких достаточно, как вы сами описываете и оцениваете, безрадостные, безнадежные для России, это либо долгая-долгая стагнация, либо распад. Вот где тут Украина в этих двух сценариях будет пытаться там умирающий режим... Украины есть два пути. Ну, я тут хочу оценить масштаб угрозы со стороны России. С моей точки зрения, если Украина находит в себе силы, не попасться на соблазн разбить голову о стену раньше времени... Что это такое? Мы живем все в условиях объективных жизненных ограничений. Вот я родился с плохим зрением, но мечтал служить в армии. Но я не могу служить в армии. У меня в детстве всегда снились военные сны. Но я знал, что у меня близорукость минус 40. Я понимаю, я просто хотел уточнить, что такое разбить голову в условиях Украины. Разбить стену... Вот сегодня есть некая реальность. Это проблема Крыма, и это проблема Донбасса. И вот можно просто положить всю судьбу страны ради того, чтобы здесь и сейчас решить эти проблемы. А они неразрешимы. Вот реально они неразрешимы, потому что никто не может устранить разницу военных потенциалов между Россией и Украиной сегодня. Война с ядерной державой невозможна. А помощь Украине со стороны Запада будет только падать. Но можно продолжать говорить, что вот все мы не... Окей. Да, один вариант. Второй вариант – это найти в себе силы, по-разному решать проблемы, пытаться балтинизировать проблему Крыма. Ну, то есть просто держать это, как вот держали те бугалки. Как американцы, которые не признавали. Да, как американцы, которые не признавали никогда, но при этом не делали из этого фетиша в сиюминутных текущих политических отношениях. Пытаться решить проблему Донецка – это сложнее, потому что для меня здесь две проблемы. Это проблема интервенции, и это проблема... Вот я не буду подговорить здесь лопут, за который меня все время бьют. Скажем так, очень глубокого гражданского конфликта, который существует уже сам по себе, как некая реальность, где нужно искать какой-то компромисс. Эту проблему надо каким-то образом купировать, потому что даже отделение Донбасса, полное, менее разрушительно для Украины, чем постоянное по Троцкому, ни мира, ни войны, армию распустить. Поэтому, если Украина сможет сосредоточиться на своих внутренних проблемах, провести те самые реформы, о которых так много говорится, очиститься хотя бы в значительной степени от той коррупции, которая пока только нарастает. Понимаете, в чем проблема? Ругали Януковича, ругали все предыдущие власти. Понимаете, пока у меня был клиент, который постоянно, но я все-таки на жизнь зарабатываю адвокатской деятельностью, он все время менял секретаршем. Я дальше к нему пришел и сказал, что, ты знаешь, у меня есть наблюдение за твоей деятельностью за последние 20 лет. У тебя каждая следующая секретарша хуже предыдущей. Вот понимаете, так и здесь. Меняется одно за другим правительством, но уровень коррупции при каждом следующем правительстве окажется хуже, чем у предыдущего. То есть это злокачественная проблема. Если с этим удастся что-то сделать, если удастся запустить какой-то движок, который экономику Украины приблизит хотя бы к уровню ближайших восточноевропейских соседей, чтобы не было огромного обвального какого-то разрыва, то дальше проблема с Россией начнет, знаете, как у Райкина с этим счетчиком. Он говорит, дальше уже не я должен государство, а государство мне. Потому что перспективы России пока на этом этапе, они только отрицательный тренд, в том числе экономический. И все то, что не решается, пока Украина погрязла в своих проблемах, начнет решаться тогда, когда она из этих проблем будет выходить. То есть, с моей точки зрения, сегодня парадоксальная ситуация. Перспективы Украины достичь своей мечты и справедливости во многом зависят от того, насколько она сможет забыть об этом здесь и сейчас и сосредоточиться на тех возможностях, которые у нее остались. Вот это что касается Украины. Что касается России. С моей точки зрения, наиболее вероятный сценарий, это пока Путин жив, там ничего не меняется. Вот называем вещи своими именами. Пока Путин жив, там ничего не меняется. Это можно занять их след, потому что он молод и здоров, как пишут в кремлевских клише. 30-е, 40-е годы, 21-е годы. Переургается с каким-то управлением М. Настолько они начнут резать друг друга и сажать пачками в тюрьмы, что там произойдет госпереворот. Не исключено. Или они допустят колоссальную ошибку и собьют какой-нибудь американский самолет над Балтийским морем, что приведет совершенно к другим уровням напряжения, чем те, которые не могут себе позволить. Или они со своим любимым Радоганом вляпываются в какую-то новую историю в Сирии и опять вляпываются в войну с противником, у которой армия, извините, я никого не хотел обидеть, но не как у Украины в 2014 году. Уже очень легко быть супердержавой на фоне Украины и Грузии, понимаете? Тяжело быть супердержавой военной на фоне другого противника, обладающего многомиллионной хорошей армией. И в этой ситуации возможно... Но так, в общем, пока Путин... То есть вы описали сценарий вторжения Турции и России в китайский Синьцзян. Я всегда исходил из того, что Турция исторически всегда была очень тяжелым историческим противником в России. И вообще вот этот вот сегодняшний союз и любовь с Турцией исторически выглядит... Ну, без альянса. Да, без альянса. Поэтому я ничего хорошего здесь не жду. Мне кажется, что это какое-то время... Условно говоря, я не уверен, что Эрдоган так же хорошо и устойчиво сидит в Турции, как Путин в России. А при изменении там руководства основание для этой любви может сильно поубавиться. Поэтому, если это не произойдет, дальше, после Путина, это катастрофический сценарий. Клановые противоречия в России столь высоки, что избежать глубокого конфликта между ними практически невозможно. Путин является гарантом вот этой вот шаткой стабильности. И это будет эффект падающего домино. Украине надо до этого момента дотянуть. И лучше, если она потратит это время не в сотрясании воздуха, а в этом самом строительстве нации и государства и укреплении своей экономики и культуры. Ну, вот, собственно, последний тогда вопрос. А Путин что, так и будет сидеть молча, следить, как Украина решает свои проблемы, укрепляет свою государственность, избавляется от коррупции? Я сейчас скажу такую странную вещь. Вы знаете, Путин вообще не думает об Украине. Для Путина Украина – это клеточка в его шахматной игре с Западом. Это не с Украиной война. И вообще его ментальность, она, к сожалению, ну, то есть, если честно, он ведь не глупый человек и очень волевой человек. И не надо его превращать в карикатурный образ, который постоянно возникает и в России, и в Украине. Но этот человек со смещенным идеологическим прицелом. Он оказался человеком прошлого, пытающимся построить будущее. Да, он реставратор. У него абсолютная советская ментальность, и она сформирована каким-то генштабом уровня 50-60-х годов. Его представление, все, что происходит в мире, оно делается американцами, стоящими за ними, скажем так, евромассудским заговором. Понимаете, он живет в этом мире заговора, он рассматривает все происходящее, в том числе и в Украине. И это основная ошибка. Не как события, которые здесь продиктованы историческими процессами, процессом становления самосознания нации, процессом борьбы за национальную зависимость. Он этого не видит. Он видит только одно, что эту клеточку заняли американцы. Он сейчас здесь положил свою питу, компенсаторно вышел в Сирию. Он играет в эту большую игру, он не занят Украиной. То есть, правильно я понимаю, что при прочих равных Путин на Украину в обозримом будущем не нападет. И Украина есть время. Мне кажется, что самым большим достижением европейской политики и самой Украины является то, что все-таки... Ну, правда, за это заплатили судьбой пассажиров с малайзийского Боинга во многом. Но я на самом деле противник санкций против России. Я считаю, что они сейчас не действуют. И это путь в никуда. Вы мне ответьте все-таки на тот вопрос. Да, я отвечу. Я считаю, что возможность отторжения третьей Украины, которая реально существовала, я абсолютно убежден в том, что она реально существовала, была заблокирована, к счастью, коллективными действиями как самой Украины, которая все-таки не распалась под этим ударом, так и европейской и американской инстанциями в 2014-2015 году. И с тех пор больше не существует. То есть возобновления войны, горячей паузы войны не будет? Мир уже... Тогда был эффект шока, понимаете? Тогда был эффект шока, никто не мог себе представить, что, возможно, перекройка границ в центре Европы. Сегодня ни у кого нет иллюзий. Все, это другая политика. Сегодня политика сдерживания времен Холодной войны развернута в полном объеме и будет продолжаться. Сегодня все это... Путин никогда не делает то, чего от него ждут. Скорее я ожидаю попыток Путина разменять Донбасс на общий разряд.